Привет, ютубослушатели, с вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике поговорим о платных дорогах, где, чего и почему они называются автобанами. Кто-то придумал такое название и где вообще у нас в Украине эти автобаны. Лично мечтаю по такой дороге проходиться под таким громким названием, как автобан. Мининфраструктура оголосила в артись про езду платными дорогами Украины. Вид 0,023 до 0,133 евро за километр. Вид 73 копеек до 4 гривны 14 копеек за километр. И какая-то такая картинка, вы видите, идеальных каких-то дорог. Возможно, это даже не в Украине, сфоткали. Вообще, меня, честно хочу сказать, очень радует то, что вот они привязываются к евро. Вот просто человеческое большое им спасибо. Потому что я всегда, когда вот хожу у себя вот здесь по улице, хожу по этой грязи, по этим раздобанным тротуарам, которые вот такие, я не знаю, в каких странах такого мира есть, наверное, где война где-то происходила, такие тротуары, как у нас в Одессе. И вот я реально чувствую себя в Европе и понимаю всей моей душой, всей сутью, что надо налоги с нас уже брать все-таки в евро, потому что, чтобы, говорится, ну не теряли, ну они же там вот этот курс то-сё плавает, они теряют там же вот там, а мы там, говорится, перебьемся по этому евро. Хочу заметить, дорогие друзья, что пост на эту тему в Телеграм я уже выкладывал. И более того, мне писали мои зрители в Ютуб, писали в Телеграм о том, что надо эту тему осветить. Я, честно говоря, сначала не хотел это делать, но то количество комментариев, которое собралось под постом в Телеграме, кстати, кто не подписан, вы видите, новости там гораздо быстрее выходят, более оперативно, обязательно подписывайтесь, ссылочка будет, как всегда, уже, друзья, в описании. И вот то количество комментариев меня всё-таки сподвигло записать этот видеоролик и постараться разобраться в этом вопросе в меру, конечно, моей возможности. И далее, друзья, я задумался, где эти дороги вообще, ну, где они находятся, их построили или планируют строить, или какая-то будет там вот бесплатная дорога, а рядом платная. Ну, как вообще это всё будет происходить на практике? И в этой статье есть список этих дорог. Давайте, наверное, прочитаем. Первая эта дорога Харьков-Днепр-Запорижи, друга Борисполь-Полтава, третья – Херсон-Миколаев, четвертая – Киев-Житомир-Рівне, пятая – Ягодин-Коваль-Луцьк и шестая – Днепро-Кривий Риг-Миколаев. Постановою Кабинета Министров Украины от 23 грудня 2020 року номер 1312 затверждено максимальный размер плати за разовый проезд автомобильной дороги загального користування, побудованную на умовах концессии, який становить в залежности від категории транспортного засобу від, опять же, всё у нас к евро привязано, від 0,023 евро за километр до 0,113 евро за километр. Тут, как мы видим, друзья, оказывается, эти дороги, они уже есть, и они уже существуют. Опача! И по ним кто-то ездит. То есть очередной обман, в чём он заключается? Сейчас я вам расскажу простым и абсолютно понятным языком. В том, что эти дороги есть, их построили за наш счёт, их отремонтировали за наш счёт, потому что всё это делается за наш счёт, за наши налоги. То есть за наши налоги это всё сделало, а теперь вы ещё и отслюнявте деньжат, чтобы проехать по этим дорогам. Класс! Ну и реально вообще наглость, которая вообще не имеет никаких пределов. Далее, друзья, есть ещё у нас такой акциз. То есть вот эта вся плата за дороги, на самом-то деле, оказывается, она включена. И она включена в стоимость бензина и в стоимость дизеля. Грубо говоря, если взять вот 100%, который вы заполняете себе, заправляете, извините, в бак, то получается, что оплачивается 21% бензина идёт на этот акциз. 14% идёт акциза на дизель. То есть, если говорить простым языком, на 21% вы бы больше заправляли себе бензина и на 14% больше бы заполняли себе дизеля в бензобак, если, друзья, не было бы вот этого акциза. То есть, это опять же какое-то двойное или какое-то там тройное, даже не знаю, налогообложение. Первый раз нас сдирают деньги, заправляешься бензином, хочешь, не хочешь, как говорится, плати, потому что не хочешь, не заправляйся, ходи пешком, либо езди на общественном транспорте. И второй раз ещё хотят содрать бабки за то, что мы ездим по этим дорогам. Ну реально наглость просто, которая не имеет никаких пределов. И дороги, хочу напомнить всем, построены за наш счёт. Я понимаю, была бы какая-то частная фирма, она строит себе эту дорогу и говорит, вот там столько-то, хочу столько, хочу столько. Но есть какая-то альтернатива, есть какая-то государственная дорога. Может государственная хуже, а та лучше. И человек себе решает, вот если он хочет там проехать, пусть он в евро, в долларах, в юанях, в любой валюте, оплачивает за ту классную платную дорогу и платит. Может быть, кто-то и так бы и делал. И как бы у человека должна быть альтернатива, должен быть какой-то выбор. А выбора нам не дают. То есть за наши бабки это построили, за наши бабки это отремонтировали. И теперь ещё с нас, чтобы мы там проехали, хотят содрать денег. Ну вот понимаете, какая наглость? Вот тут у меня реально возникает одна параллель. Параллель, которая связана вот с чем. Вот эта вся наша, помните, оплата за газ, за транспортировку. Там трубы, по трубам, в доме трубы. Там третья платёжка за газ, десятая платёжка за газ. Вся эта система, она была приватизирована в наглую кучкой таких людей, которых у нас в Украине называют олигархи. И они с нас отдаивают бабки. Отдаивают бабки за вот этот вот газ. То же самое и с электричеством. Один, как говорится, вопрос. Электричество и газ это очень такой же подходящий пример. То есть изначально всё это построено, какие-то олигархи чьи это всё выкупили, забрали себе. А теперь мы ещё за это и платим. И они там вот никак не определятся. Вот буквально во вчерашнем видео я говорил с этим светом. Гривна 68 это пока это, а там давай типа 3 рубля, а там давай типа 5 рублей. Давайте, говорит, обдерём этот народ, как бы ещё его там отодрать, обобрать, чтобы ещё придумать. Потому что, ну как говорится, им же там где-то денег не хватает. А где деньги взять, деньги забрать у нас с вами. Стаття 13 Конституции Украины. Земля, её надра, атмосферное, повітря, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в межах территории Украины, природные ресурсы её континентального шельфа, исключено морской экономической зоны, есть объектами права властности украинского народа. Ведь имени украинского народу право властности с действием органами державной влады, это органами сцевого самоврядувания, в межах, вызначенных сиею Конституцией. То есть, друзья, мы видим, статья 13 Конституции. Там всё просто и чётко написано, что все вот эти недра, то есть всё там вот эта вода, всё, что здесь производится, вся эта газ, всё, что тут у нас есть, это принадлежит нам с вами. Где это мы видим на практике? То есть, в очередной раз Конституция Украины нарушается, какие-то там люди захапывали себе, загарбывали эту систему, связанную с электричеством, систему, связанную с газом, и с нас с вами, к тому же, я так хочу заметить, частные люди, это не наше государство, берут, попросту говоря, снимают последние штаны и обдирают нас полностью. Это всё я могу описать вот так. Вот ввели налог на воздух с нас с вами, и налог на воздух с нас собирается два раза. Один раз, когда ты вдыхаешь, а второй раз, когда ты выдыхаешь. Ну вот реально, другого никакого у меня здесь сравнения нет. Честно хочу сказать, друзья, мне самому надоели эти негативные новости, негативные вот это всё это, но ничего не могу поделать, поэтому всё-таки в конце мне попалась такая интересная достаточно новость, она многим из вас понравится, потому что реально она и меня повеселила. Приватбанк начал блокировать счета частным исполнителям, не спасает даже спецстатус. Вот так вот, друзья, представляете, даже самые честные частные исполнители страдают от финмониторинга Приватбанка. Что он рассказывает, этот киевский частный исполнитель? Что получилась такая ситуация, ему прислали какой-то запрос от финмониторинга. Он им дал ответ, что я частный исполнитель, собираю с людей долги, снимаю там с них последние штаны и перевожу это всё там в пользу каких-то там взыскателей. И, естественно, банку вроде как это всё подошло. Но в один прекрасный день, это рассказывается в этой статье, ему заблокировали всё. У него было открыто на минуточку 34 счёта. Я, честно, не знаю, зачем исполнителю 34 счёта. Ну, какая-то там, наверное, есть в этом система, какая-то логика. Но вопрос здесь не в этом. И всё ему полностью заблокировали, он пользоваться ничем не может. Прислали там какую-то вот это вот, зайти не можешь, говорится, предоставьте документы и вообще ждите месяц. В течение месяца мы с вами свяжемся, там что-то вам на электронную почту пришлём. То есть исполнитель здесь себя почувствовал, как чувствуют многие мои клиенты, приватбанка, которые в последнее время очень сильно на него жалуются. Что-то там они с этим своим внутренним финмониторингом действительно перекрутили. Перемудрили, потому что, ну, реально людям аннулируют кредитные лимиты, людям там для того, чтобы открыть просто счёт юридического лица, запрашивают какие-то нереальные документы, вплоть до того, что там досье на директора, почему он где-то там с карточки физлица снял какие-то пару тысяч гривен. Что-то там они, может быть, с этим финмониторингом бы всё-таки поменяли. И этот исполнитель ещё рассказывает, что он туда звонил, дозвониться не может, никто ему не отвечает, все на него забили, как бы финмониторинг, это всё не подходит, то, что у него там миллионы какие-то гривен проходят. Хотя это, по идее, даже так взять и не его деньги, он их взыскивает для того, чтобы передать тем людям, которым эти деньги причитаются. И он сказал, что больше в приватбанк не ногой, он с ним прощается и открывает счёт в другом банке. Так что, говорится, не минуты без позитива в любом случае. Можете что-то написать по этому поводу в комментариях. Друзья, думаю, на этом видеоролик закончим. Хоть в конце я чуть-чуть вас, может, повеселил, чуть-чуть позабавил, я надеюсь. На этом, я думаю, закончим. Видео понравилось, знаете, что делать. До новых встреч. Пока-пока-пока. Пока-пока.